МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире историко-культурное мероприятие МЭЦАЙК. Сыны Западной Армении Овик Авагян. Вопросы армян Западной Армении. Вооруженные силы Баку открыли огонь по позиции Восточной Армении. Ранен солдат. Баку хочет, чтобы посредники приняли его версию урегулирования марки Донов. Баку хочет иметь дело с Ангарой и Москвой. Это почва для напряженности Джим Коста. Кандидаты в президенты США осудили этническую чистку армян Арцаха со стороны Баку. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 17 ноября 2023 года в школе общины МЭЦ Маслик Егаркуникской области совместно с правительством Западной Армении состоялось историко-культурное мероприятие МЭЦАЙК. Мероприятие было посвящено церемонии вручения благодарственных грамот воспитанникам студии изобразительного искусства. Грамоты победителям были вручены правительством Западной Армении предварительно. Один из членов оргкомитета премии министр иностранных дел Западной Армении Лидия Маркусян, чей вклад в это дело очень ценится. На мероприятии и выставке присутствовали руководящий состав муниципалитета Вартыниса, представители общинных, образовательных и других структур, родители и гости. Победившим воспитанникам тожественно вручили сертификаты и благодарственные грамоты от правительства Западной Армении. 23 октября 2020 года житель села Тагабард Овик Абагян выводит из блокады 52 военнослужащих, отступающих из Гадрута, доставляя их в село Зартанашен, находящееся в тот момент под армянским контролем. На следующий день, 24 октября, на позиции между селами Зартанашен и Тагабард Овик Абагян погибает от выстрела снайпера. Семья жила в селе Тагабард Мартуницкого района, отец троих дочерей. 27 сентября, в первый день начавшейся войны, Овик Абагян с супругой Эммой находились в Тепанакерции. Услышав звуки взрывов, семья вернулась в Тагабард. Спустя два дня, увидев, что ситуация накаляется, супруга Эмма с дочерьми переезжает в Ереван. Овик во время Первой Арцарской войны получил ранение, имел инвалидность второй степени. Во время войны супруга Эмма уговаривала мужа покинуть село, однако Овик отказался. «Я не оставлю село, как я буду потом смотреть в глаза сельчан?» – говорил Овик. Последний раз Овика в ожидании ребят из запаса видел староста села Зартанашен Володя Данилян. Спустя пару часов раздались выстрелы. Староста, узнав, что есть погибшие села, обзванивал всех, кто был на ближайших позициях. Не ответил на звонок только Овик. Супруг старшей дочери Гайане утром в день гибели спросил у Овика, почему он не покидает село, поскольку все остальные сельчане уже уехали. Овик ответил – уже поздно. Тело Овика вывел брат супруги. Телефона и оружия при Овике не было, был лишь паспорт. Овика похоронили 25 октября на кладбище Тагабард. Кладбище находилось в Верин-Тагабарде, которое 27 октября перешло под контроль Азербайджана. 19 декабря 2020 года останки Овика Абакяна и четырех сельчан, захороненные в Тагабарде, были перевезены из Верин-Тагабард при посредничестве российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Останки были перезахоронены на братском кладбище Степанакерта. В 2023 году Арцах полностью перешел под контроль Азербайджана. Вечная слава павшим бою героям. Так называемое юридическое оформление акции «Соотечественник говорит по-турецки» можно считать состоявшимся в 1937 году. 27 декабря депутат Сабри Топрак представил в парламент законопроект «Запрет на использование иностранного языка вместо турецкого национального», согласно которому в общественных местах, кроме турецкого, запрещалось использовать армянский, греческий и французский языки. Согласно первой статье этого проекта, граждане оккупированной Западной Армении могли пользоваться языками, отличными от турецкого, только дома. Использование родного языка даже при общении с членами семьи вне дома должно наказываться от 24 часов до недели или штрафом от 10 лир до 100 лир. Иными словами, коренные народы не могли говорить на родном языке на оккупированной территории. Законопроект также предполагал создание многочисленной армии осведомителей, которые будут сообщать властям о преступниках вне закона. Кроме того, закон предусматривал, что осужденные по этой статье не могут работать учителями, адвокатами, журналистами, а их дипломы подлежат аннулированию. Правда, де юре эта законодательная инициатива не получила юридического статуса, но де факту многие ее положения были реализованы. Инициатива «Соотечественник, говори по-турецки» получила продолжение в 1930-40-60-е годы, основной движущей силой которой стали националистические, студенческие и молодежные организации. Важно подчеркнуть, что инициатива «Соотечественник, говори по-турецки» никогда не прекращалась, хоть и официально она началась в 1928 году. Никаких практически доказательств, что она прекратилась, нет. В том же духе она продолжается и сегодня в оккупированной Западной Армении. При этом общественные настроения стали еще более агрессивными. 18 ноября подразделения Баку открыли огонь по армянской позиции на участке Паруш-Сайвак Араратской области, в результате чего один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает Министерство обороны Восточной Армении. 18 ноября около 10 утра в результате выстрела вооруженных сил Баку военнослужащий воинской части Минобороны Республики Армении получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья военнослужащего оценивается как средней тяжести. Опасности его жизни на данный момент нет. Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств. Напомним, 1 сентября азербайджанские вооруженные силы открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным в районе общин Сотк и Норабак Георкунистской области, применив также минометы и беспилотники. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны трое военнослужащих погибли, двое ранены. Отказ Баку от встречи в Вашингтоне по урегулированию отношений с Арменией сформировал определенную тенденцию, так как ранее Баку уже отказывался от переговоров в Гранаде и Брусселе. Такое мнение российский политолог Сергей Малькедонов высказал в статье для ТГ-канала Бюнин энд Ко. Он полагает, что вслед за европейским и переговорным треком и американский столкнется с некоторыми проблемами. С точки зрения эксперта у всех этих отказов есть общий мотив. В октябре президент Баку жаловался на проармянские симпатии Франции. В ноябре представители Баку заявили, что подходы США, по их мнению, грешат односторонностью, что ставит под сомнение посредническую роль штата. Все началось с того, когда помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен на недавних слушаниях в Конгрессе заявил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Баку и также отменил ряд важных визитов. Представитель Госдепартамента при этом объяснил все эти шаги американских властей тем, что на переговорах между Ереваном и Баку нет прогресса. Перефразируя классика, на дипломатическом фронте без перемен. Сергей Маркедонов напомнил, что последняя встреча министров иностранных дел двух кавказских государств состоялась в столице США в конце июня 2023 года. Но та встреча была еще до сентябрьской войны в Арцахе и отражала старые реалии, которые радикально изменились два месяца назад. По его оценке, Азербайджан заинтересован в том, чтобы все посредники приняли его версию урегулирования за основу. По сути, эта линия продавливается Баку по всем Азимутам. Не считая, что факт того, что Госдепт заявил то, что людям, покинувшим свою родину, должна быть предоставлена возможность вернуться, является решением или гарантией для тех армян, которые были вынуждены покинуть свои дома. Об этом заявил конгрессмен США Джим Коста. Я думаю, что этот вопрос должен быть четко представлен в будущих обсуждениях. И я не думаю, что разрешение этим людям нужно. Они должны иметь возможность вернуться в свои дома, когда захотят. На вопрос, кто должен гарантировать безопасность желающих вернуться в Арцах, ответил, это должно быть закреплено в мирном соглашении, и именно поэтому соглашение так важно. США должны быть уверены, что это будет одним из главных пунктов будущих переговоров, на что согласится и Баку. По его словам, сегодня существует почва для напряженности между Ереваном и Баку. Нежелание Баку вернуться за стол переговоров является тому подтверждением. Их желание иметь дело с Анкарой и Москвой тоже говорит об этом. 2400 российских солдат, которые должны были быть миротворцами, ничего не предприняли, когда людей заставляли эвакуироваться. До этого во время блокады Арцаха не разрешали провозить по коридору в Арцах продукты питания и медикаменты. Соединенные Штаты должны обеспечить справедливость и соглашение, которые будут соблюдать все стороны. Кандидаты в президенты США Рон де Сантис, Ники Хейли и Вивек Рамасвами решительно осудили проводимую в Баку этническую чистку коренных армян-христиан Арцаха. Они сделали такие заявления во время конференции The Family Leader, который вел председатель конференции Боб Вандер Платц. Отметив, что армяне являются первым христианским народом и ссылаясь на этническую чистку армянских христиан в Баку, Вандер Платц спросил трех кандидатов, как они будут обеспечивать сохранение этой крепости христианства. Отвечая на этот вопрос, де Сантис сказал, «Я думаю, что США должны поддержать христиан Армении. Думаю, что это благородное дело». Ники Хейли в своем ответе подчеркнула, что то, что произошло в Баку, невообразимо. Мы должны заявить об этом Баку. Вивек Рамасвами дал более развернутый ответ. 120 тысяч армян, считающихся древнейшей христианской нацией в мире, были вынуждены покинуть свои дома. Из-за этого кроется еще более грязный секрет. Мы, правительство США, платим за это. Рамасвами также раскритиковал администрацию Байдена за снятие ограничений на 907-ю статью «Вооружение Баку и подстрекательство к этническим чисткам армян». Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершение новостей послушаем песню в исполнении «Гора Арутюняна» Шаркаин Арутюнян. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok